Создавая серию фильмов про древнегерманского вождя Армении, мы изучали источники информации и сопоставляли их. Находили противоречия и нестыковки во мнениях разных авторов. Желание разобраться в этом потоке данных привело нас к первоисточникам. И нас поразило, насколько многие авторы вольно их трактуют в уголу своим концепциям и мнениям. В ходе работы над данным сериалом нам открывалась все новая и новая информация, и ошибки были неизбежны. По этой причине мы решили записать это видео с исправлениями ошибок в нашем сериале. При этом укажем как наши ошибки, так и недочеты из других источников информации, которыми мы пользовались. В конце этого фильма мы разоблачим одну фальсификацию Питера Каноли, известного историка, написавшего популярную книгу «Греция и Рим. Эволюция военной истории». Так что смотрите видео полностью. Не будем долго томить. Приступим. В фильме про убитую приедистовиза мы говорили, что Цезарь и Германика на поле боя провозгласили императором. Это была наша ошибка. Согласно аналом Тацита, книга 1, абзац 58, в 15-м году Тиберий позволил Германику получить титул «Император». В данном случае это означало должность главнокомандующего в армии. В самом начале первого века словом «император» могли называть не только правителя государства. Это надо иметь в виду. В рассказе про оборону Ализона мы допустили ряд ошибок. Этот фильм мы выпустили в начале апреля 2021 года. Я думаю, многие уже забыли детали, поэтому нужно немного освежить память. Создавая реконструкцию событий, мы опирались на статью «Забытые римские командиры Луций Цедицей, герои обороны Ализона». Она написана в группе Римской Республики в соцсети ВКонтакте. В тексте статьи «Масса логических ошибок». Разберем их. Цедицей был начальником крепости Ализон, где находился склад продовольствия для римских сил, действующих за Рейном, и в частности для армии Вара. В статье было написано, что Цедицей ждал прихода легионеров Вара, чтобы обеспечить их продовольствием, а вместо этого к крепости из леса наползали жалкие остатки разбитых легионов, которым чудом удалось сбежать после погрома в битве в Тифтобургском лесу. Мы исправили эту логическую ошибку в своем фильме, так как исходы боевых действий ясно, что Вар предупредил Цедицей о том, что он поведет свои войска не через Ализон и вдоль реки Липпы, а северным маршрутом. Совершенно очевидно, что главнокомандующий распорядился для этого выделить продовольствие для его армии, которая наставлялась с Ализонских складов, так что Цедицей знал, что Вар к нему не придет. Но другие ошибки автора статьи мы не смогли заметить, так как у нас не было первоисточника, на которого он напирался. Так, автор статьи, естественно, за ним и мы в своем фильме озвучили вот такие вот ошибки. Первое. Германцы окружили крепость Элизон тремя оборонительными валами, чтобы блокировать ее, то есть налицо введение германцами правильной осады по канонам античного времени. Второе. При прорыве из окруженной крепости Цедицей, видя, что враги вот-вот разгромят ее силы, приказывают трубачам играть сигнал приветствия своих союзных войск. Этой хитростью он желал ввести варваров в замешательство. Услышав ночи, эти звуки германцы подумали, что к римлянам пришла деблокирующая армия и отступили. Хорошая версия, но мы сейчас поглядим, как эти события описывал первоисточник. Третье. Цедицей не уведомил командование Ветери о том, что он нуждается в помощи. А сообщение о необходимости поддержать прорывающуюся колонну, цедиться на правил Ветеру только после выхода из крепости Ализон. Ну что же, обратимся к первоисточнику, который нам подсказали уже после выхода фильма про оборону Ализона. Итак, Дион Кассий. Римская история. Книга 56. Глава 22. Засчитывать весь текст я не буду, но остановимся на интересующих нас деталях. Кому интересен весь текст, нажмите на паузу. Первая ошибка. Мы видим, что варвары не обносили вражескую крепость своими укреплениями для ее блокирования, как было написано в вышеназванной статье. Видим, ее автор был не силен в военном деле, ведь выставить охранение в виде сторожевых постов вокруг осажденного укрепления это совсем не то же самое, что насыпать блокирующие валы, взяв его в сплошное кольцо окружения. Отсюда можно сказать, что варвары не умели вести правильный хасад укреплений и рассчитывали овладеть ими наскоком или измором, что, собственно, и написал Дион Кассий. Вторая ошибка. К Диону Кассию сигналы, подаваемые римскими трубачами на марше, означали «ускорить ход». Этот сигнал цедиц, видимо, подал тогда, когда германцы стали атаковать его колонну и ворвались в крепости Лизон. Варвары думали, что там много добычи и на время прекратили всеми силами атаковать отступающую колонну римлян. Этим и пытался воспользоваться цедицей, заставляя солдат и гражданских быстрее двигаться и оторваться от преследователей. Кстати, подача приветственных сигналов в ходе боя, в ночи и в дождь, могло привести в замешательство в первую очередь свои войска, а то и вызвать панику. Так что подача неправильных сигналов – это точно ошибка. При этом, услышав сигналы, подаваемые римлянами, варвары перепугались и подумали, что противник призывает на помощь подходящую союзную армию и обратились в бегство из-за возникшей паники. При этом германцы знали, что деблокирующая римская армия уже где-то рядом и были уже в нервозном состоянии, ожидая ее атаки. То есть они не просто так испугались. По сути, фокус с сигналом трубы получился случайно. При этом в статье написано, что Цидицы намеренно приказал трубачам подать именно приветственный сигнал, а не сигнал ускоренный марш. Вот реально, как из слов Диона Кассия, автор статьи мог сделать такие выводы и наделать столько ляпов, нам совершенно непонятно. Третья ошибка. Из сообщений Диона Кассия можно понять, что деблокирующая римская армия была рядом с Олезоном. Видимо, все же как минимум один римский гонец пробрался до основных сил и сообщил о бедственном положении Цидицы. При этом Цидицы не мог получить от них вестей и решил прорываться самостоятельно. А откуда германцы могли узнать о приближении деблокирующей армии? Еще раз прочитаем Сладиона Кассия. Римляне отошли в сторонку и трубачи, которые были среди них, протрубили сигнал к ускоренному маршу, внушив врагам мысль о том, что подходят войска, посланные Аспринатом. Из этих слов четко следует, что германцы знали о подходе войск Аспринатов. Именно поэтому они так быстро впали в панику. Это возможно в двух случаях. Первое. Разведка доложила германцам о выдвижении римских сил. Второе. Германцы поймали посланца от Асприната, который пробирался в Ализон и выплатили у него информацию о движении римских войск. Видимо, второе наиболее вероятно, так как Цидицы явно не спланировал прорыв с основными силами и действовал самостоятельно, а Аспринат подошел на помощь уже позже. Также добавлю, что наша идея о достаточности продовольствия в крепости Ализон, видимо, также ошибочна. По крайней мере, она противоречит первоисточнику. Именно после отснятого фильма про оборону крепости Ализон и столкнувшись с такими дикими ошибками пересказа текстов древних авторов, мы стали сами искать и читать первоисточники. И мы были сильно удивлены тем, что тексты Тацита, Потеркула, Вегеция и других древних историков настолько вольно, грубо и часто бестолково пересказываются. Например, вот в статье «Как германцы истребили римские легионы» было указано, что Армения убил Сигест. И до нас ссылка на Тацита, книга 2, абзац 88. Но там вообще этого нет. Или, собирая материал про биту при Дистовизе, мы столкнулись с тем, что все статьи противоречили как другу другу, так и самому Тациту. Поэтому нам пришлось многое делать с нуля, а именно пытаться понять мотивы поведения основных персонажей этой истории, хронологию событий, на базе описанных битв реконструировать сначала карты боя, а потом и ход сражений и многое другое. Надо признать, что результатом мы довольны. В фильме мы называем Германика пасынком Тиберия. Это было верно, пока Тиберий не установил Германика по римским обычаям того времени. У них была такая практика, чтобы своего преемника, компаньона или союзника из другой семьи привязать к своим близким родствам. Претенденты могли либо женить, или усыновить. После усыновления, в нашем случае это Германик, пасынок становился полноправным сыном, то есть сыном Тиберия. То есть правильно говорить, что Германик стал сыном Тиберия. Один из наших подписчиков, Андрей Мазуриков, в комментариях к фильму «Битва у болот. Часть первая» указал нам на то, что фронт на одного легионера в 90 сантиметров – это слишком много. Данное расстояние нами было взято из личной переписки с реконструктором римского вооружения Тимофеем Быковским, возглавляющего клуб 11-й Клавдиев «Легион», а также являющийся автором YouTube-канала «Легио». Мы искали подтверждение данных Тимофея Быковского и натолкнулись на вот такое видео. Оно вышло 26 ноября 2022 года на канале «Ученые против мифов». Называется оно «Боевое искусство римских легионеров». В этом видео Олег Игнатов, один из ведущих реконструкторов легионеров как в России, так и в мире, подробно показал последние наработки в изучении тактики боя солдат Римской империи. Наши реконструкторы совместили данные археологии, письменных источников с практикой реального боя и получили уникальный исторический материал. Применение короткого меча Гладиуса в бою сильно отличается от рубки на мечах времен викингов и Древней Руси. По этой причине строй легионеров имел 85-90 см по фронту на одного бойца. Те, кто считает это ошибкой, предлагаю лично посмотреть это видео. Особенно смотрите те, кто сам занимается историческим фехтованием. Ссылки оставим в комментариях. Так что в своих расчетах мы не ошиблись. Много вызвало споров озвученной нами версии о том, что у германцев были длинные пики и строились они в фалангу македонского типа. Это не наша гипотеза, но мы ее считаем верной. При этом у германцев были не 6-метровые пики, а где-то в пределах 4-4,5 метров. Эту теорию мы забросили на обсуждение на историческом форуме сообщества Империал. Там велись жаркие споры. Некоторые фарумчане были на нашей стороне, а другие против. Противников было больше. Дебаты привели нас к мысли, что мы все же правы и наша позиция более обоснованная. Есть мысль сделать про это отдельный фильм. Так что пишите в комментариях, будет ли это видео вам интересно и стоит ли его делать. Немного поговорим про карты, используемые в наших фильмах. Мы опирались на книгу Майкла Макнелли «Терфобургский лес». В целом, приведенные там карты были вполне правильные, за исключением одной. На ней показаны земли, оккупированные римлянами. Тут жили маркоманы, а здесь бои. То есть оба племени находились под контролем Империи, если судить по этой карте. Но если приглядеться получше к данной карте, можно понять, что тут ошибка. Она датирована девятым годом нашей эры, то есть годом битвы в Терфобургском лесу. Но мы знаем, что уже в восьмом году до нашей эры маркоманы, потерпев поражение от римлян, переселились в земли боев. А их вождь Маработ создал в битвах и дипломатическими усилиями государство, которое к девятому году нашей эры уже давным-давно существовало. А на карте это все еще земли, оккупированные римлянами. Очевидно, что карта ошибочна. Печально, что мы это не заметили сразу. В сообществе Империал один из критиков привел нам карту римских владений. И там бои обозначены как независимые племя. Это более логично, чем если бы маркоманы и бои были зависимыми от римлян. Так что, видимо, мы сделали ошибку, опираясь на Макнелли, говоря, что эти два племени сражались друг с другом, будучи под римским влиянием. В реальности бои – это независимое кельское племя, а Маработ напал на них, имея поддержку от империи. Включив карты, которые нам предоставил собчатый империал Адриан, мы пришли к выводу, что маркоманы на 8-й год до нашей эры в нашем фильме про Маработа расположены неверно. Они у нас были южнее Гермондуров. В этот исторический период ряд германских племен перемещались из одних земель в другие, и это отражено на картах. Так вот, правильно расположить маркоманов в среднем и верхнем течении реки Майн. В принципе, это уточнение не критично и не меняет концепции, изложенные в нашем повествовании, но мы хотели бы на это обратить внимание наших зрителей. Пару слов нужно сказать еще про личную жизнь Армении. В первых фильмах мы указывали, что в 2009 году, накануне битвы в Тевтобурском лесу, Сегест пытался выдать заговор Армении римскому наместнику Вару, но его предупреждения были проигнорированы. При этом мы называем Сегеста «Тестем Армении». Эту информацию мы взяли из книги Майкла Макнелли «Битва в Тевтобурском лесу», страница 50. Часто и в других статьях Сегеста называют «Тестем Армении». Мы прочитали исторические записки древнегреческого историка Тацета, Аннавы. Как раз те места, где говорится про Армению, и обнаружили интересные факты. Вы видите на своих экранах выдержки из первой книги, абзацы 57, 58 и 59. Засчитывать их не буду. Если хотите с ними ознакомиться, нажмите на паузу. Так вот, из этих отрывков следует, что Армении познакомился с дочерью Сегеста, Туснельдой, явно позже 2009 года. Этот момент нужно еще раз разъяснить. Армении начинает крутить роман с Туснельдой без согласия ее отца. Любовники сбегают и начинают совместную жизнь. Причем Тацет не указывает, когда это было. Но явно эти события происходили в самом конце 14-го года, а скорее всего в начале 15-го. Это сильно позже Тевтобурской битвы. И Мак Нелли явно ошибся в своем исследовании. Либо текст книги неправильно перевели на русский язык. При этом, похоже, Армении все же заключает официальный брак. Мы в прошлом фильме это не указали, и это уже наша ошибка. Тацет называет Армении «зятем Сегеста», то есть брак «был». Перечитывая текст Тацета и статью, написанную на ее основе про Туснельду в Википедии, мы еще немного подкорректировали нашу реконструкцию событий, сделав ее еще более логичной. Итак, сбежав с Туснельда, Армения сыграл свадьбу, и Туснельда забеременела. Армения решил примириться с Сегестом, как мы и говорили в прошлом видео. Он в составе делегации прибыл в его укрепленный городок с дарами и предложил уладить дело мирно. Сегест, видимо, пошел на хитрость и сначала радошно принял взятие и заверил, что он не держит на него зла за его поступок. Он, видимо, предложил устроить совместный пир с Туснельдой и Арменией. Армений послал своих людей привезти жену к отцу. Дальше не совсем понятно, что было. Тацет написал вот такие слова. «Армений был закован мною в цепи, и я сам претерпел их от его приверженцев». Также из сообщений Тацета получается, что Туснельда оказался в руках отца. Как эти данные можно сложить в логичный и непротиворечивый сюжет? Похоже, что еще до прибытия дочери коварство отца было вскрыто, и ему пришлось арестовать Армения раньше времени, еще до прибытия Туснельды. Но случилось так, что и сам Сегест как-то попал в плен к сторонникам Армении. При этом враждующие кланы произвели обмен своих лидеров друг на друга. Опять же, еще до прибытия Туснельды. В противном случае Сегеста выменили бы на Армения с женой. Но этого мы не видим. Именно этим можно объяснить, как Армения сумела покинуть темницу, в которой его заключил Сегест. Сегест, оказавшись на свободе, сумел завладеть своей дочерью, а Армений вернулся в свои земли и, собрав воинов, пошел войной на Сегеста с целью мести и желая отбить жену. Его воины осадили городок Тесте, но на помощь к нему пришла римская армия Германика, которая в это время совершала вторжение в земли Хаттов. Армения отступил, а Сегест передал свою дочь Германику в дар и плен. Обратим внимание, что она была в этот момент беременна. То есть все эти события были довольно сжатые сроки. Германик привел в районскую армию в 2014 году, а поход на Хаттов был в 2015. Явно это не событие 2009 года, так что те, кто называют Армения и Сегеста родственниками ранее 2014 года, ошибаются. И еще в Википедии про Туснельда указано, что она родилась в 2010 году до н.э., а умерла позже 26 мая 2017 года. Откуда взялась дата рождения, не ясно. Внимательно в этой статье читайте про дату смерти. Корректнее было бы сказать, что после 2017 года в источниках Туснельда не упоминается. Страбон описал, как Туснельда в 2017 году участвовала в качестве трофея в триумфе Германика. То есть после этого она могла жить еще не один десяток лет. В седьмом фильме про Армения, где речь шла про битву в болот, мы попытались рассчитать, какой была численность римской артиллерии. Мы желали определить плотность артиллерийского обстрела позиций германских племен. Как источник информации нами использовалась книга Питера Каноли «Греция и Рим». Приложение номер 2 «Портификация осады» на странице 298 у данного автора было указано, что в каждом легионе находилось 55 орудий, согласно сообщению Вегеции. И якобы это сообщение подтверждается Иосифом Флавием в его сочинении «Иудейская война», когда он говорит о 160 катапультах в трех легионах. Казалось бы, все логично. Один автор говорит о 55 анаграх на легион, а другой о 53. На базе этого мы сделали расчет о том, что в армии Германика из 8 легионов было 440 катапульт анагров. Чудовищная мощь. Эту информацию мы озвучили в своем фильме. И вроде бы два древних автора дают примерно схожие данные, и их интерпретирует известный историк. Казалось бы, ошибки быть не может. Но Каноли не указал, где он у Вегеции вычитал про 55 катапульт. В процессе создания фильмов про Армения мы отклонялись к другие темы. Так, делая фильм про карабалисты в римской армии, нами была найдена именно та запись у Вегеции, которая описывала римскую артиллерию. Вегеции. Краткое изложение военного дела. Книга 2, абзац 25. Зачитывайте, полностью нет смысла. Кому интересно, нажмите на паузу. Просто обратите внимание на эти строки. То есть, Вегеции прямо пишут, что на легион приходится 10 анагров и 55 легких орудий карабалист. Не 55 катапульт, а всего 10 штук. На 8 легионов это всего 80 орудий, а не 440. Хотя, конечно, получается, что 440 было легких скорпионов, мануболист и им подобных машин. 80 осадных орудий, бьющих по укреплениям протяженностью всего около километра, были серьезной проблемой для германцев. И также подчеркнем, что штатная численность орудий в легионе почти никогда в реальности не соблюдалась. Даже сейчас в армии всегда есть различия в списочной численности и в фактическом наличии. Это происходит из-за поломок орудий, проблем со снабжением и ремонтом, потерями в ходе боевых действий и при транспортировке и так далее. Так что 80 анагров армии Германии – это максимум. А сколько их было в реальности, это уже чисто теоретические расчеты. Зачем Канолис фальсифицировал данные, нам не совсем ясно. Он мог вполне опираться на данные Вегеции. И как в подтверждении применять Иосифов Лави, указав, что тот, видимо, считал все метательные машины в легионе, Вегеция подался расписать их по классам на осадные и полевые. Но оставим эти претензии на совести Каноли, так как в 2012 году он покинул наш бренный мир. А вообще, он был отличным популяризатором военной науки и античности. Без него лично я да и брат тоже, скорее всего, не стали бы теми, кем являемся сейчас. Он умел доходчиво и увлекательно рассказывать достаточно скучные подробности военного дела, такие как движение войск к полю боя или каким могло быть вооружение тех или иных воинов. Это один из авторов, с них которого стоит начинать серьезное изучение военного дела. Но такие были у нас недочеты, помимо тех, что мы исправляли по ходу создания фильмов. Также хотелось бы поблагодарить всех тех, кто помогал в создании данного сериала. В первую очередь, за поддержку и терпение жену Светлану, зачитывающую текст из первоисточников. Каналы на ютубе, которые оказали содействие в распространении наших фильмов. Варус Примаринатус, Триумвират, Аквила, Блокпост, Игровой историк, Секира, Эпоха викингов и Древняя Русь. Если вы на эти каналы еще не подписаны, то самое время это сделать, чтобы не пропустить интереснейшие военно-исторические видео. Ссылки в описании к этому видео. Благодарим Ярослава Матейчука, помогавшего собрать компьютер и наладить его работу. С его помощью удалось начать делать собственные съемки видео на базе игры Total War. Без этого получить качественные визуальные эффекты было бы невозможно. Благодарим всех тех, кто на форуме «Собственный империал» в теме Армини вошки руссков вел дискуссию с нами. Мы многое подчеркнули из этих споров. Благодарим всех наших подписчиков и тех, кто оставлял комментарии под видео. Они также помогали нам исправлять ошибки и искать правильный путь в исследовании. Благодарим Игоря Синицына, моделиста, создающего диораму «Тевтобурская битва» и «Осада Ализона». Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто поддержал нас донатами, так как это стимулирует делать видео дальше. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не потеряться на просторах интернета. Мы не знаем истину в последней инстанции, но пытаемся до нее докопаться. Смотрите наши видео, комментируйте, ставьте свои оценки в виде лайков и дизлайков. Нам важно ваше мнение. В конце видео появятся ссылки на другие наши проекты, так что вы можете их посмотреть в клипе. Увидимся на канале Wargamer.ru. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok